Всем привет! И как вы знаете, в России началось обнуление Путина. Несколько дней народ будет голосовать или не голосовать за поправки в Конституцию или против. Но на самом деле, если почитать закон об этом голосовании, то оно ничего не решает. Это всего лишь мнение народа по вопросам одобрения, либо неодобрения по праву в Конституцию, а сами поправки уже вступили в законную силу. И более того, вы даже можете найти в книжных магазинах уже новую отпечатанную Конституцию. Большинству адекватных мыслящих людей абсолютно очевидно, что все эти поправки и вся эта суета с этой Конституцией направлены лишь на то, чтобы обнулить президентские сроки Путина и обеспечить его пожизненное правление Россией. Казалось бы, поправки приняты, Путин уже обнулен, он будет править до 2036 года, ну если опять не решить что-то поменять. О чем-то в принципе можно говорить. Но Путин был бы не Путин, если бы не устроил из этого голосования настоящий цирк и позор. Голосование, которое обычно проходит, как на выборах во всяких избирательных участках, которые располагаются в школах или других административных зданиях, на этот раз решили провести на лавочке, в багажнике или еще бог знает где. А многие, какие-то ряженые клоуны в костюмах полухимзащиты, начали ходить по домам россиян и предлагать им проголосовать прямо в какие-то пластиковые ящики. При этом, как всегда, голосование пакетное, вы одобряете либо все поправки, либо не одобряете ничего. И, как мы далее увидим из видео, все-таки находятся люди, которые не только хотят поучаствовать в этом цирке, но еще и одобрить эти поправки. При этом, стоит отметить, что Путин, собственно, использует для своего электората и своей поддержки самые тупые слои населения, которые уверены, что мы находимся под игом Америки, загнивающего Запада. А если прописать в Конституции то, что нужно индексировать пенсии, то пенсии, несомненно, подымутся. Удивительно, что Путин не додумался заманить их тем, что пропишет в Конституции, что все резко станут богатыми после принятия поправок. Я уверен, явка была бы намного больше. Ну что ж, друзья, смотрим видео с разных городов России, смотрим на весь этот цирк и позор. Оставляем свои комментарии внизу под этим видео. Прошу вас подписаться на канал, поставить этому видео лайк, нажать обязательно на колокольчик, когда подписываетесь на канал. Ну и, конечно же, распространить это видео среди жильцов вашего ЖЭКа. Спасибо за внимание, приятного просмотра. Ах да, и если у вас еще есть подобные видео с ваших городов или с ваших избирательных участков, вы можете прислать их мне в Телеграм. Павлик Ситизен. А вот и в Краснодаре на ипподромной на табачке избирательный участок. Жесть вообще. Просто жесть. Это культурненько ящик завешанный. И избиратели. Друзья, если вы видели, как проходит голосование, то вот оно. Во дворах, в тележках, от пятерочки. И вот избирательный участок. 1133. Тут не верят, что это действительно голосование проходит. Говорят, что фейк. Я вот вернулся, уже съездил в центр города. Вот, Русская 48. Действительно, 838 участок. На что вы не верите мне? Здравствуйте, вы же голосование за поправки, правильно? Мне не верят, что вот так можно проголосовать. Да, это вот нововведение нашей политической системы избирательным. Избирательный участок в багажнике. Вот как-то так. Я подхожу, видите, социальную дистанцию я держу. Потому что иначе, иначе. Вот сейчас все делается для того, чтобы оттянуть это голосование за поправки. Так. И коронавирус захочен для того, чтобы оттянуть это. А к чему эти поправки, вы знаете? А? А о чем эти поправки? О чем эти поправки, я очень хорошо знаю. Да, давайте, отлично. Первая поправка за то, что вы от России не отсоединялись территорию. Так, там есть такая... Вы согласны с этой поправкой? Ну, там есть поправка о том, что у нас... Ну, это то, что вы от России отрезали территорию. Там есть нечто подобное, но там есть еще и про усиление власти Путина. Усиление власти? Это президента, не Путина, а конкретного президента. Вы правильно понимаете? Вы не правильно читали? Ну, хорошо. Срока подряд. Хорошо. Так. И возможность обнуления срока для Путина. Так, отлично. А это наше дело. Мы хотим, наверное, на 4 срока поставить. Хотим на 1 срока поставить. Но там мое мнение важно. Я же тоже гражданин. Голосуйте против Путина. Так. А почему нам Запад диктует, что мы не можем проголосовать за 3-й слой? Это наше дело, не Запад. Так, мы при чем тут... Я Запад разве? Я не говорю, что не Запад. Хорошо. А Навальный Запад? Навальный, это Запад. Это Запад. Он оттуда деньги. А ребята молодые. Ну, подобие меняю. Я, допустим, против и нас большинство. Я говорю, что вы молодой человек, многие из вас, во-первых, вы плохо читаете. Так. Во-вторых, многие из вас обмануты. Обмануты. Обмануты кем? Обмануты действующие или виновники. Действующие звезды, которые вы прикидываете на это. Это очень... Я не ждал на такой разговор. Какие поправки, которые помогают защищать отечество? От кого? Мы находимся в оккупации, от американской оккупации. За то, что мы принимали референдум в 90-х, против этого. Подошел поинтересоваться. Ни у кого из комиссии нет удостоверения. Никто не предъявляет. Вот урна для голосования. Значит, с разрешения я приподнимаю. То есть, она открыта. Представьтесь, пожалуйста. Вы обязаны представиться по требованию гражданина. Я могу даже лицо свое показать. Это я по требованию вам предъявить и вы представляете. Еще раз. Я могу вам вопрос. А я вам не могу задавать вопрос? Нет, я не могу задать вопрос. Зовите себя. Вам не угрожает опасность? Нет, я просто хочу знать, кто передо мной стоит. Кто представляет орган. У вас в МВД по Пермскому краю есть имя, фамилия, отчество. Вам зачем нас... Удостоверение можете своей показать? Люди, пусть принесут удостоверение. Просто я могу тоже поставить палатку, достать список и говорить, что я собираю некие... Ну, а как вы работаете без удостоверения? Конечно. Урна толком не запечатана. Почему не запечатана? Ну, поднимите правую сторону. Правую сторону. Ой, даже и левая не запечатана. Боже мой. А вы молодой человек откуда? Что? Молодой человек из организации называется... Какая разница? На жилетке написано Цербер. Прекрасно. Просто отлично. Какая может быть комиссия? Почему вы носите с собой вот этот вот ваш избирательный пункт? Почему вы так организовали? Таковы условия, главные пандемии. 25-го, 25-го, исключительно, подчеркнули визуально. А вы понимаете, что выборы, как бы, выборы, голосование должны проходить под наблюдательными этими, наблюдатели должны проходить. Кто вас контролирует? Вы сейчас подойдете, 40 бюллетеней закинули запутливо. Вам смысл нет? Вы, наверное, закидывались? Нет, вам смысл нет, да, закидывались? Конечно. Застейте. Чтобы Путин еще в власти 20 лет был, вы... Вы ходите, вы сейчас за угол зашли, 100 бюллетеней туда закидывали. Вы будете просто вставать? Нет, я не буду вставать, потому что это позорно. Так, все, кто-то летит и что? А что? Открылся, пожалуйста, в граффите. Вы услуги проведение... У вас не позорно еще просто. Просто позорно. Детей 50 рублей. По судьбе. Это все нормально? Вы ходите с ящиком, голосование по таким важным поправкам в конституции. Вы ходите с ящиком. Вы ходите с ящиком, голосование по таким важным поправкам в конституции. Это кто придумал? Если вы видите, ребята, прочитайте, это конституционное. Конституционное? Да. Вы конституцию попу можете вытереть в нашей стране только. Конституцию не вспомнили. Просто позорище. Просто позорище. Вам сколько хватит за это, скажите? Это наш роман, который относится к нашему ирунию. А, как-то видеонаблюдение. Вот Путин говорит, что видеонаблюдение должно быть. Я же в видеонаблюдении не ворую. Почему на президентском выборе было видеонаблюдение, а по правкам в конституцию нет видеонаблюдения? А почему мне это? Ну как, вы же с избирательным комиссией. А кому мне этот вопрос задали? Выше идите, центральный. Куда выше? А вы то, что к нему не относитесь, да? Вы считаете, вот так? Какая-то наиглупейшая ситуация. Нет, просто мне одна непонятная. А почему во дворах? Тут люди дураки, да? Идите выше, короче, туда. А там еще выше. Люди дураки, люди тупые. Ничего не понимаете. Нет, подожди, как так во дворе, я не могу понять. Я тоже не понимаю, колхоз такой. Мы когда-нибудь вообще во дворах голосовали? Смотри, смотри, какая у них турня. Все было странно. Хватит оскорблять даже. Что, знаешь, что такое оскорбление по законодательству? Сначала прочитайте, что такое оскорбление, потом заявляйте. Оскорбление – это выраженная в нецензурной форме. В нецензурной форме. Что ты нецензурное сказал? Скажите. Оскорбление. Все оскорбленные у нас. Вот это вот. Ничего себе. Серьезно? Серьезно? А почему так? А почему в зданиях это не делают? В школах там? В независимых наблюдателях где? Административных каких-то учреждениях. Это что такое? Как это так? Мы же голосуем за полные изменения в России. Конституция как-никак. Это как вообще? Непонятно. А меня еще в оскорблении обвинили. Посмотри. Не, подожди. Это клевета, между прочим. Могу нас за клевету подать. Сейчас на видео сюда. Суть просто в том, что... Я не понимаю. Ведь кто-то там говорил, что якобы нет, ничего такого нету. Что на свежем воздухе никто... Да, да. Вы понимаете, что вы соучастники конкретно такого преступления жесткого сейчас? И люди-то все понимают. Вообще все понимают. Вы просто думаете, что люди тупые, но люди не тупые. А я уже... Я сейчас проголосую. Я уже записался там. Давайте, можно проголосовать, да? Вообще жесть просто. А бумага какая-то есть, подтверждающая легальность этого всего? Какая бумага? Туалетная? Ну, мне просто интересно. А вы кто вообще? Мы сейчас занимаемся. А почему бумага такая? Вот, и я же тоже думаю так. А почему вы матом ругаетесь? У него тоже такая... А зачем подписываться? Вы член тоже этой комиссии? Вы сейчас сказали, хуйней занимаетесь? Ты записала? Угу. Что вас заставляет такой ерундой заниматься? Скажите честно. А? Кто вас заставляет такой херней заниматься? Да они им это выгодно. Они соучастники. Они не будем спрашивать. Даже не рефористы. Но я же понимаю, что это не хочется делать вот это вот все. Это значит, что от работы это вынуждено делать. Я готова сейчас вообще все признать. Мне просто интересно, как вы думаете будет. Я в шоке. Участок для голоса. Нет, просто я не думала, что я доживу в своей жизни до такого голосования. Мало того, что конституцию будут менять, так еще и во дворах. Так Путин же хочет вправить вещи. На вокзале еще надо поставить. Я уверен, на вокзале тоже есть. Да, он на кладбище даже его ставил. Сейчас все хорошо, что хоть интернет есть. Нет, ну... Это позор, я считаю, нашей большой страны. Я считаю, что это позор. Что это позор? Это просто... Это, ну, что? Дешевая просто... Нет, на самом деле, я считаю, что надо идти дальше и спросить у того чувака, который рассказывал про то, что... Я думал, ладно, там фейки бывают в интернете, но я сейчас понимаю, что это все правильно. Кто Панфилов сказал, да, что этого нет? Самый прикол, потому что вот молодежь, которую большинство сейчас, да, вот они понимают, и сейчас эта молодежь подрастет, и что дальше? Ну что дальше? В Росгвардии? Да, привет. На каком основании меня фотографируете? Нет. Я сейчас, я сейчас, я сейчас, я сейчас. Не, просто, да, боже мой, господи, ради бога, просто нет, суть в другом. У них единственный аргумент сейчас сфоткать и мусорнуться, это все, что они могут. Они аргументируют, вы можете аргументировать, аргументировать можете в свои действия? А почему ты ко мне на «ты» вообще, я ко мне на «вы» обращаюсь? Почему? В чем я хамлю? Это запрещено законом? Я оскорбил кого-то? Нас обманули, да. А вот именно нас обманывают, в этом и прикол. Мы как бы, почему общаемся на эту тему? Потому что нас всех обманывают. Мы все подписываемся по то, что потом неизвестно, что будет. Наши дети, как жить в этой стране будут? В стране, в которой у нас царизм. Так, давайте не будем ругаться, просто все, успокойся. В каком основании? Что-то голосовать. Проголосовать будете или нет? Я хочу просто посмотреть, как это происходит. У нас гласное голосование. Гласное голосование или нет? Открытое или закрытое? Да или нет? Я хочу посмотреть, как это происходит. Не надо смотреть. Как-то не надо. Ты мне советуете, рекомендации? Он имеет полное право смотреть, как голосуют, почему нет? Позорники ебаные просто, пойдем отсюда. Нет, просто, нет, подожди, я просто, знаешь, я хочу достучаться тоже до вас. Вы понимаете, что сейчас, если мы за поправки эти проголосуем, наши дети страдать будут. Подожди, не оскорбляй людей. Просто вы не понимаете, под что вы подписываете своих же детей в дальнейшем. Наши дети будут страдать. У меня вот есть ребенок, и я переживаю за его будущее. Потому что наша страна в ужасном состоянии сейчас. Все все видят. Из-за того, что сейчас, Федь, не надо оскорблять. Просто суть в другом. Вы не понимаете, что будет дальше. Они все понимают. Будет жопа полная. Самое ужасное, что вы все понимаете. Я хочу, у меня с собой нет паспорта, я хочу поставить. Самое ужасное, что вы все понимаете. Но самое ужасное, подожди, подожди. Поверьте, этот фашизм, он будет поправить. Суть в том, что я нет поставлю, а все равно будет, да, потому что Конституция уже продается. Уже она продается со всеми поправками. Уже за нас решили нашу судьбу. Вот в чем проблема. Что мешало индексировать пенсии до этой Конституции? Почему китайцам отдали, блин, землю на 49 лет, а сейчас вы, типа, делаете вид, что, типа, вот, там, ради, там, патриотизма и против фигни? Что? Да, конечно, наши речи-то это ерунда, понятно, вы не восприняете. Но когда вы столкнетесь с реальностью после того, как проголосуем за Конституцию, это будет... Я просто посмотрел, вы увидел этот паспорта. Это будет крах, это будет крах, крах нашей стране. Конченые, конченые. Кто-нибудь ответьте на вопрос, что такое, это ящер в деревне, что ли? Санапис-станция приехала? Нет, это не санапис-станция, это санапис-станция. Здрасте. Это что, привет, врачи приехали? Прямо голосуем, голосуем. Это так голосует? Да. Это точно. Да. И что? По домам, ну. По домам ходят? Ну и что, как вы проголосовали, за или против? А там не знаю, за кого голосуют. Там нет и... Нет и да. Короче говоря... Нет, да и нет, и да. Вы не знаете... Короче говоря, мы не знаем, за кого голосуют. Мы там мамы ходили, ни фамилии, ни чего там нет. Ничего не объяснили, ничего. Едут сейчас, как на трамбам. Очень тяжело жить. Вот. Очень, очень. Вот они придумали, чтобы... Я говорю, дитям дают по 10. Хоть бы нам на дров дали бы, на тележку. Господи, ну что это пенсия это? Мне, например, не хватает пенсии. Кто за меня расписался? Покажите, кто расписался под моим паспортом? Покажите мне. Я еще раз говорю, покажите. Кто расписался за меня? Покажите мне, пожалуйста. Мой паспорт. Как ваша фамилия? Удостовение, пожалуйста. Удостовение, пожалуйста, в раскрытом журе. И головной убор одете вы не в санатории. В помещении. В помещении. Покажите, пожалуйста. Покажите мне документ, кто за меня расписался. Я еще раз вам говорю. Я здесь стою. Покажите мне под моими данными, кто расписался, что я проголосовал. Я сейчас напишу ошибочно. Вот расписались. Как это ошибочно, когда кто мог это расписаться? И что мне? Под моим паспортом. Дело в том, что там другие уторчатся. Это не моя... Кто расписывается за меня? Меня что, похоронили, что ли, или что? Причем тут похоронили? Зачем вы так говорите? Я в состоянии сам проголосовать и это, и все такое. Я не сомневаюсь. Это у нас какая школа? Школа-гимназия на Огурцово, да? Конечно. На Огурцово. Как фамилия вашего удостоверения, пожалуйста? Я вам рекомендую одеть то, что положено одеть вам. Вам это обязательно положено. Вы мне рекомендуете и перчатки одеть. Приходите мне, перчатки одели, себе оденьте тоже. Кто вам позволит? Я не голосую. Я ничего не трогаю. Послушайте, на разводе вам что говорят? Вот то, что вам говорят, выполняйте. Ну что, друзья, такие у нас веселые видео есть на сегодня. Мне даже страшно подумать, что будет дальше, ведь впереди еще почти три дня голосования. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте этому видео лайк и распространите наши видео. А также приходите в комментарии под этим видео. Я уверен, там уже набежало множество кривлеботов, которые говорят, что я американский агент, немецкий шпион или сотрудник Моссада. Ну или просто не люблю Россию, поэтому не желаю правления Путина вечно. Я думаю, что вам есть о чем с ними поговорить, поэтому будьте активнее. Спасибо за просмотр этого видео. А еще больше видео вы можете найти у нас в Инстаграме и в Телеграм-канале. Все ссылки в описании. Ну а вы, россияне, чего сидите по домам, пока вашу страну захватил и узурпировал ботоксный лысый ублюдок? Вы что-нибудь собираетесь вообще с этим делать или вам все равно, а? Напишите тоже в комментариях.